Почти четыре месяца назад в бетонном переулке обрушился жилой дом. Ранним утром упала несущая стена и перекрытие. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Всех жильцов успели вывезти из аварийного дома. В этот же день его снесли. Двум десяткам семей чиновники предложили временное жилье. Но большинство переселяться в маневренный фонд отказались. Там общежитие, просто высотное общежитие. Там не квартирного типа, просто общага. Там даже ни кровати, ничего нет. У нас все ушло под завал в нашей комнате. Одно койко-место стоит, получается, две с половиной, а на шестеро человек. Это, в общем, уходит очень большая сумма. Как будто даже выгоднее жилье снимать здесь, в Закамске, получается, а не ехать туда. В доме в бетонном переулке их семья прожила 30 лет. Теперь в шестером на 12 квадратных метрах. Еле втиснули детские кровати и диван. Сколько еще им предстоит жить в таких условиях, неизвестно. Но квартира дает ли жителям аварийных домов. Уже разрушившееся здание в бетонном переулке по документам таковым не считается. Признан в 2011 году, в феврале, по комиссии был осмотр проведен. Есть соответствующие акты, непригодные для проживания, но не аварийные. Проживать там можно было. И сейчас ничего не изменилось. Поэтому люди обратились в прокуратуру. Поскольку дом аварийным не признан, и на сегодняшний день признать его аварийным не представляется возможным, в связи с его обрушением, сроки расселения дома не определены. Соответственно, единственной возможной мерой защиты прав граждан было с обращением в суд. Под угрозой привлечения к ответственности администрация будет вынуждена исполнить данное решение суда. Тем временем прокуратура Кировского района озвучила результат своей работы по этому делу. За то, что 25 семьи остались без жилья, управляющую компанию оштрафовали на 40 тысяч рублей. Ее директора на 4 тысячи, а начальнику отдела ЖКХ администрации Кировского района объявлено замечание. Дмитрий Копанцев, Александр Хробыстов, Телевизионная служба новостей.